МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ В начале коротко о главном. Единогласное решение около 200 стран о проведении КОП-29 в Баку. Знак уважения всего мирового сообщества к Азербайджану, заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в Москве. 8 октября 2020 года, на 12-й день 44-дневной войны, азербайджанской армии было уничтожено большое количество техники и живой силы противника. Терпящий поражение противник подвергал интенсивному обстрелу населенные пункты Азербайджана. Шуша встречает своих хозяев. В рамках программы «Великого возвращения» в город сегодня отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев. 16 семей, 85 человек. Грузия сможет достичь значительных успехов в 2028 году, нарастив экономику до 47 миллиардов долларов и повысив покупательную способность граждан. Такого мнения придерживается в партии «Грузинская мечта». В стране намерены также концентрировать внимание на стратегических инфраструктурных проектах. Недавний государственный визит президента России в Азербайджан еще раз подтвердил союзнический характер российско-азербайджанских отношений. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Азербайджанский лидер выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей будет служить делу поступательного развития отношений Баку и Москвы в будущем. В ходе своего выступления Ильхам Алиев также затронул и ряд других вопросов. Город Лачин, находившийся под армянской оккупацией почти 30 лет, станет культурной столицей Содружества независимых государств в 2025 году. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, подчеркнул, что эта новость была воспринята с большой благодарностью как лачинцами, так и всем азербайджанским народам. Сегодня в лачин возвращается жизнь. В городе проводятся восстановительные работы, строятся инфраструктурные объекты, жилые дома, образовательные учреждения, а бывшие вынужденные переселенцы возвращаются домой. В своем выступлении президент Ильхам Алиев также коснулся проведения в Азербайджане третьих игр СНГ. В следующем году в Азербайджане будут проведены третьи игры СНГ. Спортивной столицей станет город Гянджа. Соревнования также пройдут в более чем 10 городах Азербайджана. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Беларусь с успешным проведением вторых игр СНГ. Опыт наших белорусских друзей и братьев будет очень полезен для нас в деле подготовки и проведения этого важного спортивного события. Глава государства рассказал и о подготовке Азербайджана к проведению одного из самых престижных мероприятий по климату – масштабного климатического саммита КОП-29. Через месяц Баку примет крупнейшее международное мероприятие – климатическую конференцию КОП-29. Мы рассматриваем единогласное решение около 200 стран о проведении конференции в Баку как знак уважения всего мирового сообщества Азербайджану. По итогам саммита СНГ в Москве был подписан пакет документов, в том числе обращение глав государств, участников СНГ к народам стран-содружества и мировой общественности в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Они призвали не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма и пресекать попытки развязывания новой мировой войны. Азербайджан – одна из тех стран, которая внесла весомый вклад в общую победу над фашизмом. Президент Ильхам Алиев напомнил, что при общей численности населения Азербайджана в тот период в 3 миллиона 400 тысяч человек на фронт отправилось около 700 тысяч азербайджанцев. На полях сражений погибло свыше 350 тысяч, а 130 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза. Помимо этого Азербайджан обеспечивал фронт горючим. Поставлялось более 80% нефти и нефтепродуктов, 96% масел для военной техники. Всё это было произведено в тот период в Азербайджане. Проценты к общему производству указанных продуктов в тот период в СССР. В Азербайджане производилось более 130 видов вооружения, боеприпасов и техники, в том числе знаменитые «Катюши» истребители Як-3. В Баку функционировал 41 военный госпиталь, где прошли лечение 440 тысяч раненых. В марте 1942 года воины Азербайджанской 416-й стрелковой дивизии, также известной как «Таганрогская», приняли присягу и начали свой боевой путь на Северном Кавказе, который завершили в Берлине. 21 апреля 1945 года 416-я азербайджанская стрелковая дивизия, одна из первых, ворвалась в окраины Берлина. 2 мая бойцы дивизии под командованием полковника Рашида Меджидова водрузились знамя победы над Бранденбургскими воротами. 9 мая – общий праздник победы, что является важным фактором дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ. «Азербайджан придает этому взаимодействию большое значение и будет и впредь вносить свой вклад в дело укрепления связей», констатировал президент Азербайджана Ильхам Алиев. В преддверии 80-летия Второй мировой войны важно отметить, что Баку стал незаменимым тыловым центром, поставлявшим нефть и открывавшим госпитали для лечения раненых советских солдат. Здесь они проходили реабилитацию и вновь могли отправиться на фронт. Азербайджан внес неоценимый вклад в общее дело, помогая приближать долгожданную победу. Победа в Великой Отечественной войне имеет неприходящее значение для всех народов бывшего СССР не только как героический коллективный подвиг и общий триумф, но и ввиду горечи невосполнимых потерь. Азербайджанский народ также внес важный вклад в дело победы, продемонстрировав великий пример героизма как на фронте, так и в тылу. При общей численности населения почти в 3,5 миллиона человек от Азербайджанской ССР на фронт были призваны около 700 тысяч граждан, из которых почти половина отдали своей жизни за родину. 700 тысяч азербайджанцев, которые были призваны на фронт. Это и оборона Брестской крепости, в которой участвовало около 44 азербайджанцев. Это и 416-я и другие дивизии, 416-я Таганрогская дивизия, которая дошла до Берлина. И, кстати, лейтенант Ахмед Меджидов из 416-й дивизии водрузил знамени на Брандербургских воротах. Это и участие азербайджанцев в сражениях под Сталинградом, под Москвой. И мы здесь, конечно, должны упомянуть имя и Азия Сланова, и Срафила Мамедова, и Жюле Хисеид Мамедовой, и других наших героев. Бакинская нефть стала важнейшим ресурсом, который поддерживал советскую армию на море, суши и воздухе, выдающихся стратегических операциях советских танковых войск и авиационных частей. Во время войны Баку производил около 70% всей нефти и 90% смазочных материалов, потребляемых в СССР, что позволило поддерживать работу танков, самолётов и другой военной техники на фронтах от Сталинграда до Берлина. «Бакинская нефть была настолько качественной, что именно из бакинской нефти производился бензин для авиации, то есть авиационный бензин». На бакинском бензине работала практически вся техника, которая использовалась в годы Второй мировой войны. Я должен сказать, что к этому времени, несмотря на то, что мужчины, нефтяники ушли на фронт, их заменили женщины, их заменили подростки, Баку продолжал наращивать табычу нефти. И здесь нужно отметить большую заслугу азербайджанских учёных, в частности Юсифа Мамедалиева, который сумел в очень короткий срок добиться, чтобы перегонка нефти заняла в два раза меньше времени, чем она занимала до начала Второй мировой войны». Во время Второй мировой войны в Баку было открыто несколько госпиталей для лечения раненых советских солдат. Баку, как стратегический центр, не только поставлял нефть, но и служил важным тыловым узлом для помощи раненым. В общей сложности в этих учреждениях получили лечение около 500 тысяч человек, что стало существенным вкладом азербайджана в поддержку фронта. Эти госпитали работали круглосуточно, обеспечивая необходимую медицинскую помощь, а также восстанавливая раненых, которые затем могли снова отправиться на фронт. «К сожалению, практически исчезает роль Азербайджана во Второй мировой войне. И для того, чтобы исправить эту несправедливость, мы практически на многих конференциях, мы стараемся, как историки, восполнить этот пробел. Еще раз и еще раз говорим о той роли, которую сыграл Азербайджан, которую сыграла азербайджанская нить в победе над фашистской Германией. Мы хорошо знаем, что большая часть техники, которая использовалась во Второй мировой войне, а Вторая мировая война считается войной техники, то есть здесь в основном большом количестве по сравнению с Первой мировой войной участвовали и автомобили, танки, подводные лодки, морские суда, самолеты и так далее». Годы проходят, но значение этой великой победы остается важным и значимым для всего мира. Второй мировой войной был затронут почти каждый уголок земли, и Азербайджан не стал исключением. Невозможно в Азербайджане найти такую семью, которая бы не испытала на себе горечь потерь и лишений. Несмотря на то, что боевые действия не происходили на территории Азербайджана, жители республики внесли огромный вклад в достижение Великой Победы, память о которой до сих пор живет в сердцах людей. В преддверии международного климатического саммита КОП-29 усилились необоснованное политическое давление и клеветнические кампании против Азербайджана. Во влиятельной газете «Дотелеграф» в ответ на необоснованное обвинение в преддверии КОП-29 опубликована обширная статья посла Азербайджана Великобритании Элина Сулейманова. В статье отмечается, что Азербайджан полон решимости добиться создания практических механизмов климатического финансирования и решения вопросов, связанных с углеродными рынками, малыми островными государствами и будущим человечества в целом. Подробнее об этом поговорим с автором статьи. К нам подключается Элина Сулейманов, посол Азербайджана Великобритании. Элина Мелем, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, как у вас дела? Все хорошо, Элина Мелем. Ангажированные западные СМИ публикуют клеветнические материалы в отношении Азербайджана, пытаясь очернить его имидж. Накануне международного климатического саммита КОП-29. Как вы считаете, какие цели преследуют зачинщики этой клеветнической кампании, которые усиливают давление на Баку? Добрый вечер еще раз. Ну, как вы знаете, в принципе, ожидаемо было, что внимание, которое уделяется сегодня Азербайджану, как стране, в которой будет проводиться КОП-29, а это достаточно крупное и важное мероприятие, как вы понимаете, первое в нашем регионе и является большим достижением Азербайджана под руководством господина президента Амалиева. Естественно, внимание к нам выросло, и это естественно. И ожидаемо. К сожалению, наряду с конструктивными вопросами и, возможно, с конструктивной критикой, мы сталкиваемся с явной кампанией очернения Азербайджана, в которой люди пытаются как-то продвинуть свои интересы. Ну, в принципе, не надо здесь далеко уходить. Всем ясно, что наиболее радикальные армянские группы, включая криминальных олигархов, вроде Рубена Баданяна и других, они наняли компанию Эдельман, которая достаточно известная компания, пиаровская в мире, и она занимается, так сказать, этой компанией координирует против Азербайджана. К сожалению, один из негативных моментов этого является то, что сама по себе конференция КОП направлена на то, чтобы решить глобальный вопрос, наверное, самый важный вопрос, с которым сегодня сталкивается человечество. Самый большой вызов нашего поколения – это климатические изменения. И вместо того, чтобы сфокусироваться на этом, вносить практические вопросы, даже включая критику, естественно, мы сталкивались непонятными, в принципе, обвинениями, с какими-то религиозными стереотипами, с какими-то проармянскими заявлениями, которые, в принципе, не имеют никакого отношения к вопросу КОПа и к решению насущных проблем. Ну, я думаю, что, естественно, нам надо отвечать на это все, но это не было неожиданно. Элин Мелем. Это вопиющее лицемерие некоторых западных кругов, учитывая тот факт, что они обвиняют Азербайджан в том, что он освободил свои собственные территории. Хотя именно Армения нарушила все нормы и принципы международного права, оккупировала около 20% азербайджанских земель, провела политику этнической чистки, совершила хоть жалинский геноцид, разрушила города и села Азербайджана. Официальный представитель какого-либо западного государства хоть раз сделал им замечание? Вы знаете, мы сегодня сталкиваемся с достаточно абсурдной ситуацией, как вы правильно отмечаете. Ведь сами эти же западные государства признают явно, и вообще государство, все, я включаю сегодня и Армению, тоже в лице ее руководства, признают территорию, освобожденную азербайджанскими вооруженными силами под руководством Верховного Главнокомандующего. Как часть, составную часть Азербайджана, здесь никаких вопросов нет. И в то же время совершенно абсурдным образом обвиняют нас в захвате своей же территории. Но это просто нелогично. И, кстати, им говорится, что это нелогично, но когда есть идеологические моменты, когда есть проплаченная компания, особо не приходится думать, честно говоря, о логике. И с этим мы столкнулись, например, когда министр основных дел в Великобритании, господин Лями просто в блоге отметил достаточно очевидный факт, что Азербайджан освободил свои территории, которые были оккупированы в начале 90-х. И понимать, такая вот компания против него, на него стали обвинять, очернять. А в реальности он сказал очень простой факт, который легко проверить, который, в принципе, на любой карте тоже в Великобритании, и тех же с других стран, тоже в Франции, например, в принципе, соответствуют, все эти карты соответствуют словам господина Лями. То есть в данном случае, я думаю, идет идеологическая компания. К сожалению, в ней в последнее время звучат какие-то религиозные мотивы. Такие ксенофобские мотивы тоже усилиями армянской стороны. Они пытаются как-то это превратить в какой-то такой средневековый идеологический конфликт. И, к сожалению, вместо того, чтобы смотреть на будущее, оборачиваются, как сказать, в прошлое. Но, опять-таки, воля азербайджанского государства, нашего руководства непоколебима. Мы это видели, сталкиваемся с этим каждый раз. Видим, что благодаря усилиям главы государства, нашего народа, нашей государственности, в принципе, в мире сегодня начинают понимать и признавать, что Азербайджан не только восстановил свою территорию целостность, но и работает на благо как регионов всего нашего, так и человечества в целом. В настоящее время Армения ввязалась в очень опасные игры. Ее западные партнеры накачивают Армению оружием. И совершенно непонятно, почему официальный Ереван никак не может сосредоточиться на устранении реальных препятствий на пути к долгосрочному и устойчивому миру в регионе Южного Кавказа. Ведь по сей день в Конституции и других законодательных актах этой страны содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Вы знаете, вы поднимаете очень важный вопрос. Ведь основной проблемой Армении, и об этом не раз говорили, кстати, бывшие лидеры Армении, будь то президент Левон Трепет-Красян, будь то нынешний премьер-министр Никол Пашинян, то, что Армения была всегда зависима от внешних сил, потому что она оккупировала территорию соседнего государства, не была в состоянии просто как-то взять на себя все эти усилия, поэтому ей приходилось как-то идти на компромисс по суверенитету. То есть фактически Армения объявила свою независимость в 90-м году, но реально независимым суверенным государством стать так и не смогла. Но сейчас такая возможность возникла. Как видите, есть заявление армянских политиков о том, что Армения играет более такую независимую роль. Это только благодаря тому, что Азербайджан восстановил свою территорию целостность, там других объяснений ты не можешь. Но вместо того, чтобы научиться на ошибках прошлого, сделать выводы и не попадать в дальнейшую зависимость, просто поменяв спонсора, к сожалению, мы сегодня видим в Армении такие поиски новых дядей за рубежом, новых спонсоров. Может быть, им кто-то там поможет, кто-то здесь поможет. А в реальности Армении ясно, что поможет только одно – установление нормальных отношений с соседями, добрососедских, стать частью региона, интегрироваться экономически, политически, и все будет нормально. Тут никаких вопросов нет. Но в конце концов, живем в одном регионе, мы соседи. Искать соседей за рубежом не очень разумные идеи, особенно если там нет никаких границ. И в этом связи, например, вопрос Конституции очень важен. Но это упоминание Декларации о независимости Армении, где упоминается как территорию Азербайджана, так и территорию Турции, на самом деле использовался со стороны Армении уже политически. Например, как мы помним, были подписаны суринские договоры между Арменией и Турцией в 2010 году. Там присутствовали огромные, конечно, западные политики, все это поддержали. А потом, когда это было неудобно, Конституционный суд Армении, просто сославшись на Конституцию, сказал, что это они не действительны. Другой пример. Как известно, сепаратический лидер Роберт Качаря, когда пытался избраться президентом Армении, в Конституции есть указание на то, что он должен проживать 10 лет в Армении. Естественно, он в это время находился на оккупированных территориях Азербайджана. Но Конституционный суд посчитал, что эти территории, согласно Конституции Армении, являются Арменией, поэтому ему можно было избраться. То есть, фактически на основании именно этого пункта Конституции Роберт Качаря был избраться президентом. То есть, прецедент есть. И говорить, что это просто слова, или просто какой-то договор будет подписан, и какое-то будет упоминание о том, и это его убьет, это несерьезно. Потому что сам опыт армянской политической жизни за последние 30 лет фактически показал, что именно этот пункт используется при политической удобности и необходимости отменить какие-то соглашения. Поэтому я думаю, что наши армянские соседи должны взять это очень серьезно, отнестись к этому. В конце концов, речь идет об их будущем, не только будущем мирного договора, но и будущем всего региона. И мне думается, что надо, чтобы здравый смысл возобладал. И будем надеяться, что в скором времени в регионе Южного Кавказа воцарит долгожданный мир. Элена Мялина, большое вам спасибо за ваш комментарий. Спасибо, что подключались к нашему эфиру. Вам спасибо. Всего доброго. Я напомню, что на прямой связи со студией был Элин Сулейманов, посол Азербайджана Великобритании. Продолжаем выпуск. Шуша встречает своих хозяев. В рамках программы «Великого возвращения» ранним утром из Баку в город Шуша выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На данном этапе в родные края возвращается 85 человек. Ранним утром из городахского района Баку в родные края выехали коренные жители города Шуша. На данном этапе в культурную столицу страны возвращается 16 семей. В общей сложности 60 человек. С учетом выехавших сегодня лиц в Шуше уже обеспечено постоянное проживание 220 семей. В общей сложности 823 человек. Жители города Шуша выразили признательность главе государства, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение земель от оккупации. «Мы возвращаемся на родину. Меня переполняет чувство радости. Мы благодарны нашему президенту, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, под руководством которого победоносная азербайджанская армия освободила наши земли и подарила нам эту радость. Я покидала Шушу с родителями. К сожалению, они не дожили до этого радостного момента. Они всегда мечтали вернуться в Шушу». «Все эти годы мы тосковали по родине, но сегодня на наших лицах улыбки, а в сердцах радость. Я благодарен нашей доблестной армии, которая под руководством президента Ильхама Алиева освободила наши земли, подарила нам возможность вернуться в родные края». Первое переселение в Шушу после восстановительных работ состоялось в мае текущего года. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехребан Алиева приняли участие в открытии первого жилого комплекса, куда вернулась первая группа жителей города Шуша. Глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в жилом комплексе и квартирах, а также были проинформированы о работе, проделанной в комплексе. Жилой комплекс состоит из 23 зданий. В нём предусмотрено 450 квартир, а его площадь составляет около 8 гектаров. «Моей радости нет предела. Уже около недели я не могла нормально спать, так как волновалась из-за возвращения в родную Шушу. Я покидала Шушу, когда мне было 38. Сейчас я возвращаюсь туда со своим супругом, детьми и внуками». «Тяжело передать эти чувства. Невозможно передать то, что мы пережили. Далеко не все верили, что мы когда-то сможем вернуться в родные края. Но я всегда верила. И вот наши земли освободили и для нас создали все условия». После освобождения города Шуша 8 ноября 2020 года и окончания 44-х дневной войны в городе начались восстановительные работы, которые продолжаются по сей день. Шуша была объявлена культурной столицей Тюркского мира 2023 года. Также после освобождения города в нём вновь начали проводить ежегодный фестиваль «Хары-Бюль-Бюль». На последнем фестивале, который прошёл в мае этого года, президент Иль-Хамалеев заявил, что Шуша в подлинном смысле слова возрождается и обретает свой исторический облик. 8 октября 2020 года – 12-й день 44-х дневной войны, которая привела к освобождению азербайджанских земель. Вооружённые силы Азербайджана продолжают решительно продвигаться вперёд, чтобы освободить свои исконные земли от оккупации. В ходе боевых действий на различных направлениях фронта армянская армия понесла большие потери. 8 октября 2020 года вооружённые силы Армении усиливают обстрелы городов Азербайджана, находившиеся в отдалении зоны боевых действий. Не справившись с азербайджанской армией на поле боя, враг избирает в качестве мишени мирное население. Уже с утренних часов оккупационно-вооружённые силы Армении обстреливают сёла Геранбольского, Тертэрского и Ахдамского районов. Около четырёх часов утра армянские вооружённые силы нанесли ракетные удары по Гяндже, в результате чего нанесён материальный ущерб нескольким гражданским объектам, одному автомобилю и ряду жилых зданий. Наша съёмочная группа продолжает работать в прифронтовой зоне. Сейчас мы находимся в Геранбольском районе Азербайджана. Этот район сегодня подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых сил Армении. В частности, военно-политическое руководство Армении в очередной раз доказало, что ставит своей целью дома мирных граждан, обстреливая мирные поселения, не относящиеся к какой-либо военной структуре. В частности, сегодня от артиллерийского обстрела погибла жительница Геранбольского района, а также массированному артиллерийскому обстрелу подверглось районное отделение полиции, где мы сейчас находимся. Мы можем видеть, как снаряд прилетел с этой стороны. От стены практически ничего не осталось, вся комната находится в осколках. Обстрел начался примерно в 6 утра. Сюда попал один снаряд, однако мы можем видеть, какие разрушения он нанёс. Пока вооружённые силы Армении продолжают обстреливать мирные города, Министерство обороны Азербайджана распространяет видеокадры трофейной бронетехники, которую, убегая, бросили в городизе армянские военные. Кроме того, вооружённые силы Армении обстреляли из комплекса «Точка-У» Бординский район Азербайджана. Ракета, выпущенная оккупационными вооружёнными силами врага по Борде, попала в ресторан и школу, в результате чего были ранены 7 человек. 8 октября 2020 года была также уничтожена система «ГРАД», из которой обстреливались азербайджанские города Борда и Тер-Тер. Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий особых мобильных групп Национального агентства по разминированию территории Азербайджана с 4 по 8 октября на территории Герамбойского района было обнаружено 10 реактивных снарядов 9М-528, выпущенных из реактивной системы залпового огня «Смерч». Как сообщили в агентстве, в трёх из десяти снарядах были обнаружены боевые элементы 9М-525, которые относятся к классу запрещённых, согласно Конвенции о кассетных боеприпасах. К другим темам. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит хорватский город Дубровник для участия в третьем заседании саммита стран Юго-Восточной Европы. О том, какие шаги турецкая сторона предпринимает для достижения мира между Москвой и Киевом, расскажет наш коллега из Турции Турал Асади. Он подключается к нам. Турал, здравствуй. Что известно о данном саммите? Какие лидеры посетят его? Приветствую, Лидия. Изначально известно, что сам президент Украины Владимир Зеленский также примет участие, ну а также ожидается участие глав правительства и министров иностранных дел многих европейских стран, стран ЕС. Здесь, конечно же, будут обсуждаться последние ситуации вокруг российско-украинской войны. В целом, того, что касается ситуации в самой Украине и турецкое участие в данной конференции, на данном саммите, также важна с точки зрения ее последнической роли. Несмотря на то, что в последнее время работы по этому направлению не достигли больших каких-либо успехов, тем не менее турецкая сторона, турецкая дипломатия продолжает свою работу в этом направлении. Хакан Федан и ранее принимал участие на подобных конференциях и доводил до точки мировой общественности точку зрения турецкой стороны, официальной Анкары. Ее позицию, официальную позицию, она заключается в том, что мира в Украине необходимо достичь дипломатическим путем и что переговоры по режиму прекращения огня и в целом по полноценному миру между Украиной и Россией должны быть продолжены. Известно, что турецкая площадка многократно сыграла свою роль в этом направлении, если вспомним, то именно на территории Турции стало возможным подписание зерновой сделки два года назад и в целом переговоры российской и украинской делегации были проведены именно здесь, в Стамбуле в 2022 году, в марте месяце, затем в Анталии в рамках анталийского дипломатического форума, на полях данного форума российско-украинской стороны обсудили вопросы, связанные с тем, как дальше продвигаться по вопросу режима прекращения огня, по вопросу обмена военнопленными. В этом направлении турецкая сторона также продолжает свою работу. И если вспомнить визит последнего украинского лидера в Стамбул, то тут необходимо отметить, что по его итогам турецкая сторона передала командиров АЗОВ батальон АЗОВ в украинской стороне. И здесь, конечно же, позиция российской стороны была неоднозначной. Тем не менее, официальная Анкара доводила до сведения Москвы, что подобные шаги должны были сыграть свою позитивную роль в том, что касается переговоров хотя бы по режиму прекращения огня и смягчило бы позицию украинской стороны. Тем не менее, Хакан Фидан отправляется завтра в Хорвачию, для того, чтобы принять участие на данной конференции, на саммите Украины и Юго-Восточной Европы. Между тем, ранее выступая на Генассамблее ООН, на 79-й Генассамблее ООН, президент Турции в конце сентября заявил о том, что международное сообщество, к сожалению, далеко от разрешения конфликта в Украине. Тем не менее, Анкара, по его словам, продолжит свои усилия для того, чтобы помочь сторонам украинской и российской вновь сесть за стол переговоров. Возможно, встреча лидеров Украины и России, Владимира Путина и Владимира Зеленского, все еще имеет шанс состояться здесь же, в Турции. По крайней мере, Раджев Тайфордаган, президент Турции, Хакан Кидан, глава МИД, а также другие официальные лица надеются на это. В частности, в этом направлении также переговоры продолжаются. Но, тем не менее, официальная позиция Анкары здесь заключается в том, что путем войны, путем военного столкновения в Украине добиться какого-либо ни одной из сторон результата окончательного невозможно. И, между тем, официальная Анкара многократно заявляла об этом и в очередной раз подтверждает свою приверженность поддержки территориальной целостности и суверенитету Украины. Очень много раз мы слышали о том, из первого лица президента Турции, о том, что турецкая сторона ни в коем образом не признает аннексию Крыма и в восточных территорий Украины. И что и дипломатические переговоры, и любые переговоры в этом направлении должны, конечно же, учитывать именно этот фактор. Фактор территориальной целостности и суверенитета Украины. Лидия Найт, у меня пока все. Спасибо, Турал. Турал Асадиб подключался к нам из Турции. В Грузии заявили о новом событии. В случае иностранного вмешательства в предстоящие парламентские выборы. Об этом рассказал член правящей партии «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе. По словам чиновника, председателя комитета по внешним связям Буддастага Германии Михаэль Рот, помогал зарегистрироваться на выборы проживающим за рубежом гражданам Грузии. Депутат добавил, что это не первый случай вмешательства в предвыборный процесс в Грузии со стороны стран Запада. По его словам, посольство Соединённых Штатов Америки регулярно публикует посты в социальных сетях с критикой политики грузинской мечты. «Европейский союз явно вмешивается в предвыборную кампанию в Грузии и в целом действует с одобрением Америки. Они работают не дипломатически, чтобы объявить выборы 26 октября нелегитимными. Они будут работать, чтобы вызвать хаос в обществе. Пусть они приведут к власти тех, кого они могут подчинить. Пусть они управляют Грузией, как они знают. Грузия не является 51-й звездой на флаге США. Грузия – свободное, суверенное, демократическое и независимое государство». «Выборы ещё не начинались, а уже говорят о том, что будет фальсификация, что эти выборы будут нелегитимными и так далее и тому подобное. Хотя тот метод, по которому будут проходить выборы в Грузии, электронный метод, он практически исключает какую-либо подтасовку результатов. Это невозможно. Но поскольку они понимают все, что никаких шансов у этой нынешней агентуры, которая называет себя оппозицией, нет, то уже начались разговоры о том, что будет 27 октября. Не 26 в день выборов, а 27. Ранний президент Грузии Саламезу Рабишвили призвала избирателей к полной мобилизации. Она не исключила возможность фальсификации на предстоящих парламентских выборах, призвав молодёжь записываться в наблюдателя на выборы через организацию «Мой голос», которая координирует тренинги по мониторингу. Саламезу Рабишвили давно не представляет Грузию. Её назначили главой иностранных агентов и поручили произвести революцию в Грузии. Этот сценарий был написан в Соединённых Штатах и опубликован в Институте Маккейна. По этому сценарию также действуют МПО и некоторые СМИ. Она враг грузинского народа, который хочет создать хаос в стране. Нынешний президент Грузии обманула грузийский народ и отвернулась от тех, кто её поддерживает. В конце июня Европейский совет заявил о де-факто при остановке кандидатуры Грузии в ЕС, связав это решение с принятым в Грузии законопроектом об иностранном влиянии. Евросоюз в той идее, в которой он был в своё время создан, конечно, интересная эта организация. Хотя я думаю, что для такой страны, как Грузия, для таких стран, как Грузия, кроме лишений в этом Евросоюзе ничего нет. Всё остальное, то, что у нас уже есть для взаимоотношений с Евросоюзом и с европейскими странами, для нас вполне достаточно. Это безвизовый режим, это беспошленный режим в торговле, это возможность наших молодых студентов учиться в университетах в Европе. Если мы ещё заключим соглашение о том, чтобы, скажем, работать наши могли бы там, как они могут здесь свободно работать, точно так же, чтобы мы, я думаю, что это абсолютно достаточно. В 2024 году парламентские выборы в Грузии впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков. В преддверии парламентских выборов премьер-министр Грузии Ракли Кабахидзе также обсудил достижения страны в области экономического развития, подчеркнув высокий темп роста экономики за последние годы. Он уверен, что Грузия сможет достичь значительных успехов в 2028 году, увеличив свою экономику и повысив покупательную способность граждан. Прокладка электрического кабеля по дну Чёрного моря в рамках проекта коридора «Зелёной энергии» поможет Грузии ускорить подключение к инфраструктуре связей Европы и предоставит стране возможность экспортировать электроэнергию. Об этом на предвыборной программе правящей партии «Грузинская мечта» заявил премьер-министр и глава избирательного штаба партии Грузии Ракли Кабахидзе. Протяжённость кабеля составит 1155 километров, и завершение работ по его прокладке планируется к 2030 году. «Мы активно продвигаем проект черноморского кабеля, который будет использоваться как для передачи данных, так и электроэнергии. Этот кабель ускорит подключение Грузии к интернет-инфраструктуре Европы и позволит экспортировать электроэнергию в европейские страны. Реализация проекта имеет ключевое значение. Нашими партнёрами в этом важном начинании являются Румыния, Азербайджан и Венгрия, с которыми мы сотрудничаем для его успешного завершения». Предвыборная программа «Грузинской мечты» охватывает различные области, от внешней политики до спорта. В своём выступлении премьер-министр подчеркнул высокий рейтинг партии, который, по его мнению, главным образом обусловлен быстрым экономическим ростом Грузии за последние 3-4 года. Кабахидзе отметил, что теперь особое внимание будет уделяться экономическому развитию, так как прогресс страны в различных сферах, повышение благосостояния граждан и укрепление внешнеполитических позиций зависит прежде всего от состояния экономики. «За последние 4 года мы достигли значительных успехов в экономическом развитии. В 2021, 2022 и 2023 годах средний темп экономического роста составил 9,7%, а в этом году рост продолжает оставаться на высоком уровне с двузначными показателями. Согласно данным, за первые 8 месяцев экономический рост достиг 10%. Это позволило нам увеличить экономику за 4 года на 40 миллиардов, с 50 миллиардов лари. И к концу этого года наша экономика достигнет 90 миллиардов лари. Согласно прогнозам правительства Грузии и действующим планам, к 2028 году экономика должна вырасти до более 47 миллиардов долларов. Если страна сможет сохранить текущие темпы роста, это вполне осуществимо. Ираклик Кабахидзе также отметил, что рост экономики следует оценивать с точки зрения покупательной способности, поскольку это является ключевым критерием для оценки социального положения населения в любой стране. Прогноз на 2028 год амбициозен, но он соответствует национальным планам и программам, считают в правящей партии. Сабина Мурадова, CBC. Азербайджан, краеугольным камнем политики которого являются принципы справедливости и верховенства международного права, последовательно продвигает инициативы глобального масштаба. Страна, превратившаяся в авторитетную платформу для проведения дискуссий по наиболее актуальным мировым проблемам и поиску путей их решения, предоставляет трибуду народам, столкнувшимся с грубейшим нарушением их основополагающих прав. Именно благодаря Азербайджану мир наконец услышал голоса народов, находящихся под игом колониального господства. Климатическая конференция КОП-29, которая пройдет в Баку, станет для них уникальным шансом заявить о себе, о своем праве обладать своей землей, своими природными богатствами, решать свою судьбу, определять свое будущее. Очень важным пунктом повестки является обсуждение проблем неоколониализма. Как многим известно, распад колониальной системы в 60-70-х годах прошлого века совсем не означал исчезновение колониализма ни как явление, ни как способа эксплуатации. Колониализм просто принял новые формы, такое новое обличие, то, что мы сейчас называем неоколониализмом, важно изменить сознание людей, потому что колониализм и неоколониализм – это не только экономика, это еще и идеология, это еще изменение сознания людей. Ну и, конечно, я считаю, что выбранная площадка, ну, платформа организации ООН – это такая наиболее удобная для этого мероприятие трибуна. Совет Европейского Союза утвердил выводы по климатическому финансированию. В преддверии конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в столице Азербайджана. Совет подтвердил приверженность Евросоюза и его государств-членов цели развитых стран по мобилизации 100 миллиардов долларов ежегодно на климатическое финансирование до 2025 года. Эта цель впервые была достигнута в 2022. Официально Брюссель намерен поддерживать амбициозные новые коллективные цели после 2025 года. Евросоюз и его государства-члены, как крупнейшие вкладчики, с 2013 года более чем удвоили свои взносы на поддержку развивающихся стран. Сумма взносов ЕС за прошлый год пока не озвучена и будет утверждена до начала КОП-29. В городе Шуша при совместной организации Министерства здравоохранения Азербайджана и Организации тюркских государств состоялось четвертое заседание министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей ОТГ. По итогам заседания была подписана совместная декларация. На четвертом заседании министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, состоявшемся в Шуше, принята совместная декларация, в которой отражены такие вопросы, как утверждение плана действий рабочей группы ОТГ по сотрудничеству в области здравоохранения на 2024 год, создание единого медицинского научного пространства, проведение совместных научных исследований и определение единых стандартов медицинского образования. В заседании приняли участие генеральный секретарь ОТГ, министры здравоохранения государств-членов и наблюдателей Организации, спецпредставители президента Азербайджана в Шушинском районе, а также приглашённые учёные из разных стран. «Мы находимся в освобождённой под предводительством президента Азербайджана Ильхама Алиева Шуше, что вселяет в нас чувство невероятной гордости. Здесь совместно с нашими тюркскими братьями мы обсуждаем перспективы расширения сотрудничества, которое приведёт нас к ещё большим успехам». Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул, что проведение четвёртого заседания министра здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации Тюркской государств Шуше вызывает чувство гордости. Министр подчеркнул значение трансплантологии в современной медицине, заявив о запланированном подписании двусторонних документов и протокол о намерениях по созданию системы «Тюрк-трансплант», способствующих углублению отношений в сфере здравоохранения и развитию будущей совместной деятельности. «Азербайджанская сторона выдвинула это предложение в прошлом году на встречу в Самарканде, в Узбекистане. Главное – повысить доступность определённых медицинских услуг для граждан геополитического пространства с населением около 160 миллионов человек. К примеру, в Европе существует единый центр по трансплантологии. На первом этапе мы создадим единый информационный центр. Создание такой единой системы открывает перспективы для расширения возможностей трансплантации». В 2024 году мы обсудили новые начинания, которые связаны с различными заболеваниями. Немаловажную роль в нашем обсуждении нашло место в вопросе трансплантации. Общий проект «Тюрк-трансплантат» сегодня было обсуждено между всеми представителями стран-тюркоязычных государств. И мне кажется, в ближайшем будущем у этого проекта будет своя победа. В итоговом документе, подписанном в ШУШе, также отмечена важность трансграничного обмена медицинскими данными о здоровье пациентов с разработкой единых стандартов цифрового здравоохранения в рамках ОТГ в соответствии с национальным законодательством стран-членов и наблюдателей ОТГ. По итогам четвёртого заседания министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств было принято решение, что очередное заседание министров здравоохранения Организации состоится в Казахстане. Нигерия объявила о том, что начнёт продавать свою нефтезаместную валюту Найру вместо доллара США. Такое заявление было сделано Федеральным исполнительным советом страны. Ведомстве отметили, что эта стратегическая инициатива, как ожидается, окажет долгосрочное влияние на экономику Нигерии за счёт повышения темпов роста, обеспечения стабильности и самодостаточности. Однако первым следствием этого решения станет поддержка национальной валюты. Ранее на прошедшей неделе возросший спрос на иностранную валюту привёл к новому витку обесценивания Найры. Доказанные запасы нефти в Нигерии составляют около 37 млрд баррелей, или более 3% общих мировых запасов. Нигерия входит в число 15 стран, лидирующих в мире по добыче сырой нефти, занимая по её запасам 8 место, а также 6 по экспорту чёрного золота. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин